Приветствую вас! Давайте исследуем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста. Недавно начала ходить к новому стоматологу. Он молодой, симпатичный. Когда увидел его, словно молнией ударило, очень понравился. Ну, я бы здесь для начала все-таки несколько детально рассмотрел то, что именно вам понравилось. Потому что есть ощущения, есть такие ощущения, что понравился человек вам неким своим образом, возможно, но не реально. То есть, не тем, кто он есть. И вы узнать его возможности поближе не имели. То есть, вот, именно ваша симпатия требует, мне кажется, более пристального рассмотрения. Дальше. Я вижу, что он на меня тоже смотрит, меняется в лице, когда видит меня, как волнует и дрожит его руки. С самыми пациентами спокойно. Ну, со мной чаще, что да. Возможно, вы тоже ему понравились. Возможно, он точно вас как-то выделяет. Мы никогда не бываем одни, его коллеги рядом, поэтому никаких посторонних разговоров быть не может. Ну, почему не может? Что плохого в том, если вы поговорите о чем-то постороннем, даже с коллегами. Откуда такое стеснение? Вы же не дети. Как вести себя в этой ситуации? Как намекнуть ему, что мне нравится? Как подтолкнуть к детям? Да вот так и намекнуть, если будете разговаривать с ним о чем-то постороннем, при коллегах, и не видя в этом ничего страшного. Вы ничего криминального не делаете. Насколько я знаю, соматологам, врачам не запрещается вступать в отношения с клиентами. Ну, то есть, пациентам, могу вас сказать, что, по-моему, по-моему, не запрещено. Вот. И всё. То есть, по сути дела, в вашей стеснительности дело в вашей неуверенности в себе возможно. Дело вот именно в том, что у вас есть сверхмотивация для того, чтобы, ну, как бы, вот, вступить в отношения с человеком. То есть, у вас есть сверхмотивация вступить в отношения с ним, с мужчиной. и, мне кажется, что на это нужно обратить тоже ваше, ваше внимание. Вот. Ага, значит, м-м-м-м. Я вот, эээ думаю, что, эээ, возможно, у вас есть некоторые проблемы в личной жизни. А-а-а... Вот. И вы не можете, ээээ... построить отношения, этом... эээ... с... мужчинами. Вот. Возможно, опять же, из-за вашей неуверенности и стеснительности, вот, и неудовлетворенных потребностей именно ваших. Но с этим всем можно разобраться. Это все можно подкорректировать. Вот. Сейчас не видится так, что есть противоречия в том, что то, что вы хотите сделать, пообщаться на посторонние темы, совершенно возможно даже при наличии коллег вам не обязательно оставаться одним. То есть, в тот момент он важен. Его нужно раскрыть более подробно. Сейчас, мне кажется, именно это является наиболее болезненной точкой для вас. Вот. Так, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.